Чёрную пятницу с Тинькофф выгодно Приветики! Начинаем новый влог. В Тренче прохладно. Мы с Серёжей идём по очень важному делу. Он мне пробил на Алито какую-то лампу. Ну не какую-то, а классную. С подсветками, да, такую модненькую. Мне надо, мы идём. Так, всё, слышу вас. Куда нам идти? Мы подъехали. Вот, вот этот говорит, как будто подъезд. Кирпичный, красный кирпич, да. Мы здесь. Один подъезд, да, так и есть. Всё, да, всё, ждём. Окей. Сказал, что сейчас спустится. Один подъезд. То есть нам стоит на холоде? Наверное. Поподробнее, что это за бренд, Серёж? Ты сказал, что он американский. Да. Мы пока его называть не будем. Да, посмотрим. Где-то купить. Для чего мне это нужна лампа? Для чего? Ну просто, чтобы в квартире цветное было. Это прикольно. Для съёмки можно что-то снимать. И это аналог. Вообще мы хотели Филипс дорогущую, но её так и не было. Где-то не нашли, наверное. 50 тысяч. 50 тысяч. А реально ли её вообще найти? За 50 тысяч. Реально? Ну, наверное. Короче, пофигу. Просто нашли на Авито лампу. Просто стою. Да я давно её хотела такую. Да она уже у всех, все блогеры. И я смотрю на Ютубе, вот там, выпуски снимают про Селебов. Ну, кто подписан на мой Телеграм-канал, пожалуйста. Мне реально подошло, смотри. Ничего не меняется. Смотри. 35. Какая-то типа, без разницы. 15. Всё то же самое. Джонни, её канал про Селебов, в который новости смотрю, у неё сзади вечно такие подсветки классные. Неоновые лампы, там, ещё что-то. Но это нужно заказывать откуда-то, знаешь, с Алиэкспресс люди заказывают, там всё есть, но я не умею. Вообще, конечно, не по сезону. Тренч. Это у Шатава и это джинсики Аутентименс. Мне её прислали, мне нравится. Извините. Подъездная жизнь, знаешь? А дверь-то, он просто так её открыл, он же не открывал её на пинкочку. Толкни, она открыта. Вот она. Не знаю, что это за бренки. Ну, блин, наверное, прикольно. Слушай, она высокая? Сто двадцать, по-моему, пять. Может, больше даже. Это здесь должно быть написано. Ой, очень красиво. Вот, ребят, что я хочу. Я хочу. Хм, здесь две. Ладно, если что, потом вернёмся. Всё, спасибо. Вам спасибо. Всего доброго. Да, до свидания. Ну, чё, чё скажешь? Что? А, ну ты в машине сейчас хочешь посмотреть или что? Так, ну, это Дрезденская улица. Ну, такое. Райончик не самый мой любимый. Слазка площадь, вот это всё. Мне напоминает прошлое. Во-первых, у меня парни раньше жили в этих районах, типа, академическое, вот это вот всё. Мне напоминает, я здесь только объездила на своей БМВ-единичке. Замоталась по-разному домам. Ой, ну, рожака. Ларить. Ну, и шо? Ну, и шо? Ну, шо? Ты хочешь сказать, что сейчас сейчас будешь скрывать? Ну, просто посмотри. Хорошо, ладно, давай. Я сама хочу посмотреть. Та-дам! Так. Что? Ну, что? Ну, прикольно, мне нравится, что тоненькая. Что это не толстая такая палка. Ну, короче, вот инструкция. Всё легко и просто. Ну, я думаю, разберусь. Ну, типа, не сложно. Ну, покрутить придётся. Угу. 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 Новая чишка, ребят. Ходьба. Ходьба. Вечерняя. Бесплатно. Это бесплатно. Это круто. Яхера, очень просто дождь. Эндорфины. Вот тут вот всё выделяется. Энфория. Энфория. Что это со мной? Бред какой-то. Какая-то уже третья моя вот такая прогулка. И у меня вчера был вечер, когда не было этой прогулки. У меня прям колбасило. То есть не выходит вот эта энергия где-то из-за препарата, которым я очищаю печень. Я не понимаю. Это что-то новенькое. Согласитесь. Вот так просто открытие этого года. Быстрая ходьба. Я сейчас зальюсь водой качественно и пойду отдельно с девочками. С ними это вообще не то. Зайцы. Гулять пойдём? А вон он. Класс. Так, куда-то найдём. Пустя, миллион подписей. Это туалет Сбербанка. И я купила квартиру. Я не могу сейчас говорить. У меня нет эмоций. Нет, в смысле они есть. Я потом всё объясню. Просто момент на память. Так, беру всё кофеём. Амара там. Вообще вкусно. Неплохой. Блин, офигенный кофе. Так, ладно. Ну, мы просто иду в машину. Не скажу, что я испытываю какую-то истерику по этому поводу. Может, потому что я устала. Я ещё не осознала. И, ну, потому что я занималась этим с апреля. То есть это настолько логично. Столько было ожидания. Столько было рассмотра всяких вариантов. Ну да, это всё осознание придёт позже. Миллион пока этих бумаг. Куча проверок, там, данных и так далее. Вот, наконец-то я хоть начну спать. Сон как рукой сняло. Последние недели 4-5 часов вообще спать не хочется. Мы это видели на нервнике. Время готовится к праздникам. Бренд Art & Fact выпустили 5 офигенных адвент-календарей, которые вы можете приобрести для себя или в подарок для своих близких. В большом адвент-календаре 10 полноразмерных продуктов и ещё сюрприз внутри. А в малом календаре 6 продуктов. Для себя я заказала календарь с антивозрастным уходом. Сейчас мы посмотрим, что здесь внутри. Гель для умывания, антивозрастной тоник, крем, омолаживающий крем для лица с коллагеном. Все средства сочетаются между собой и подобраны для моего типа кожи. Коллаген оказывает омолаживающее и увлажняющее действие. Пилинг-эксфолиант с голубым ретинолом, пантенолом и молочной кислотой. Также витаминный комплекс для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей. Адвент-календари – это всегда погружение в праздничную атмосферу и яркие эмоции, которые можно подарить себе или близким. Не нужно ломать голову, что купить, как упаковать. Подарок полностью готов. Он в красивой упаковке. Выглядит просто шикарно. Ловите от меня промокод. Он дает скидку 15% на все адвент-календари. Я оставляю ссылочку внизу в инфобоксе. Переходите и успейте приобрести. Субтитры сделал DimaTorzok Сделала педикюр. Стою в адской пробке на конюшенной улице, потому что там все перекрыто. Мне приехал заказ из ЦУМа. Я сделала онлайн-заказик. В основном это рубашки. Я перебрала весь свой гардероб и поняла, что у меня нет просто обычной белой рубашки. Надеть с джинсами, да, такой, то есть все это какой-то спорт спортивный. У меня есть такие футболки. И мне она нужна. Вот. Сделала заказик. Батерьон туда еще попали. Трэш, хочу быстрее наверх там это все примерить. Ну это вообще бред. Зачем я сюда поехала? Так, я получила номеров. Жду свой заказ. Давайте глянем, что тут есть. Бэтс дубленки. Нет, еще рано. На улице еще минус, но еще рано. Уже минус. Да, я так сказала. Я как бы не готова. А, Гельмут Ланг. Вообще прикольная такая рубашка. Нет, я такой, по-моему, не брала. М-ка. Что-то не похоже. Похоже на XS. Тут бренды новые. Дизель. Такой тут. Корнер. Кстати, вроде как не было. Футбол. Симпотника. Кам. Так, по-моему, я примеряю такую рубашку. Может быть, и нет. Непонятно. Ну, рубашка. Не знаю, что сказать. Типа рубашка такая. Брючки прикольные. Все, вроде, ничего так, да? Какая-то, значит, слишком рубашечная. Не знаю, хотя здесь вот такие элементики интересные. Вроде такая неплохая. Мне нравится такой лук. Рубашечка. Такое. Прикольное. Так, такой костюм. Прикольное. Блин, какие-то джинсы огромные. Ой, блядь. Все, что я могу сказать. Каких-то понаделала. Возможно, импульсивных покупок. Я не знаю. Ну, не только там из заказа, из зала какие-то брюки взяла. Что я там набрала? Сейчас приеду домой. Буду это все примерять. Завтра еду в Москву. Мне захотелось, ну, что-то новенького. Каких-то луков. Что, может, просто зачертела эта вся одежда. Страх любого водителя. Во-первых, посмотрите, сколько людей. Что происходит. Страх любого водителя – это остановиться на пешеходе. На восстание так бывает. И чтобы вот эта вся толпа пошла через машину. Мы иногда сидим с Сережей. Ну, вот мы стоим на месте, например, вот этой белой тачки. И впереди стоит чувак, который не смог проехать. И пошла просто толпа людей. Эта паника такая. Его там матами кроют. Но это не прикольно. Это очень тревожно. Интересно, а что происходит? Я вот сейчас еду и понимаю, что я голодна. Десять вечером. Я не приготовила еду заранее. То есть это все складывать в мультиварку. Двадцать пять минут ждать. Минут семь она набирает давление. Ну, короче, сидеть, ждать голодной. Раз в сто лет со мной случается такое, что мне хочется что-то вот поджарить. Например, я покупаю в Азбуке полуфабрикаты. Например, котлетки из рыбы или хочется стейк, знаете, поджарить, чтобы он был не тушеный, а вот такой, как бы с жирком. И я это делаю раз, не знаю, на это случается, раз в четыре месяца, наверное. Потом я просто проклинаю все. Этой вонью пропитывается нахрен все. Никакая вытяжка, ничего. Я проведлю, мне тошнит. То есть ты готовишь, все в жиру. Вонь стоит лютая, пропитываются эти жалюзи, стены, вот этим всем. Меня тошнит. Потом полвечера, несколько дней вот я чувствую вот этот смрад еды в квартире. Думаю, и всегда я думаю, что никогда я больше не буду это делать. Вот сейчас я отошла от... Это, помню, просто у меня были рыбные котлетки из азбуки. Ребята, это был пиздец. Просто я думала, что я проблююсь. Я вот чувствовала вот этот запах еды, который я не выношу. Вот это вот как... Я не люблю. В мультиварке готовишь, вообще ничего не пахнет. Вот. У меня есть стейк. К чему я это все? Что, может быть, быстренько поджарить стейк? Следующий кадр. Ну вот хочется чего-то такого. Посмотрим. Ну, поджарю. Потому что, во-первых, это быстро. И хочется чего-то такого. Сходила с солярией, глян. Желтые руки. Ммм. Потому что на восьмерочки надо. Я ненавижу готовить. Просто мне спрашивайте, почему они разрезаны. Потому что ненавижу стырятины. Короче, ну, придется. Всем приятного аппетита. Все остальные кусочки я съела, пока готовила. Потому что остальные пригорали. Замечательный ужин. 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 я решила что я сейчас вот сяду переодела футболку накрасила губы запишу эту речь потому что 2.30 у меня максимальная мозговая активность я сейчас прогулялась выкила мусор девочек на руках донесла там мороз я все думаю записать вот эту речь все дни хожу с чего вдруг я решила купить квартиру другую все таки а шок зачем ты делал ремонт так вот я все эти дни хожу и думаю надо записать надо записать надо все объяснить я днем как овощ чтобы я вот так вот разговаривала днем у меня лилась речь каждое слово мне дает с трудом я такой блин человек и кстати у нас много поэтому я вот сейчас 2.30 не будет идеального момента идеальный момент сейчас рассказываю почему я вдруг резко купила квартиру посмотрелся с предыдущее видео дело задом наперед ребят подождите все началось с того момента когда я переехала в эту квартиру точнее где-то через полгода потому что когда я переехала я у меня еще вещи тут валялись были какие-то недоделки я ждала пока кухню доделают шкаф вот эта вся организация где буду все хранить и где-то через полгода все устаканилось все мелочи были завершены настолько что уже прям даже какой-то там пробковый пробковая какая-то полосочка между паркетом еще что то то есть но все это дело я такая смысле что и это все я поняла что мне офигеть как нравится находиться в этом процессе ремонта обустроена то есть у меня все обустроилась настолько что все стало ну вот в этом ремонте все идеально все как я люблю я его обожаю вплоть до вот подушек то есть я смотрю я обожаю каждый чехол этой подушки и не хочу его менять и не хочу смотреть новые а мне это не нравится мне скучно блин то есть вот мне нравится быть в этом процессе вообще записываю да и то есть когда я это все доделал мне стало как-то невероятно тоскливо я когда была в ремонте я думаю фу быстрее это все закончится то есть скучно это вот первое дальше я постоянно езжу по дороге по засаде в ту сторону в аське это мое самое любимое место городе это мое место силы у меня миллион видео оттуда я еду и смотрю на этот дом это просто прикол это дома и мечты golden city предлагаю здесь фотографию я думаю все мне он нравится и и даже я живу в своей квартире мне здесь все нравится но при этом я не перестаю висеть на циане и сейчас чтобы вы думали я купила квартиру я не могу сказать что ту квартиру которую купила сейчас что это типа моя последняя квартира у меня вообще такого нет что это мое пристанище на всю жизнь я здесь вижу я не вижу себя там всю жизнь я хочу находиться мне нравится в этом процессе плюс это что-то полезное это меня мотивирует работать достигать чего-то улучшаться а улучшаться всегда есть куда эта квартира небольшая естественно я думаю я хочу побольше я езжу я прожужжала серёжа все уши начиная с апреля я говорю серёжа это дома и мечты вы знаете сколько раз мы просто ехали фоткаться серёжа меня фотографировали грудь пожалуйста давай проедем давай я наматывала круги в этом golden city начиная с апреля я начала звонить по объявлениям и смотреть там квартиры без ремонта то есть я планировала делать ремонт или или об этом знала лили говорит да да давайте по сделаем одну квартиру я посмотрела без ремонта я сейчас приложу парочку видео подряд с разных времен какие квартиры я посмотрела а кстати а вот солнце например она когда встает здесь с утра солнце то есть получается что когда утром здесь встаешь здесь солнце когда а только что было да где вот здесь не вообще не 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 ездили мы посмотреть первую квартиру серёжа такой нет ему не по фибе давай фибе не всегда запрыгивает на диван она была без ремонта она мне кстати понравилась серёжа такой фу нет мне не нравится здесь материалы которые сделан подъезд угры здесь не очень лифты он грит лис я не могу тебе сказать что это типа бизнес-класс он говорит у тебя в легенде ну намного круче все сделано круче лифты материалы и так далее у меня такая не застывковка я думаю почему golden city это типа бизнес-класс ну и реально как бы подъезд не очень ну бред какой-то да и ценник как бы другой и как потом я смотрела там другие квартиры оказывается вот эти корпуса которые там строятся они подразделяются первый это самый недорогой там не использованы недорогие материалы в подъезде все очень просто ну просто не бизнес-класс как комфорт-класс то есть вот вот кнопки вот это все серёжа педантично начал открывать щитки и он такой посмотри как здесь собраны провода он такой ну вот начал вот это все смотреть я не хотела этого видеть я говорю серёжа если я влюблюсь какую-то квартиру говорю срать мне на этот подъезд и потом я съездила посмотреть в более дальних корпусах я захожу совершенно другой подъезд видно что это бизнес-класс совершенно там все красиво и потом мне сказал риэлтор что который последний достроится там корпус около воды который будет самый туда видовой он будет мега дорогой там вообще будет мрамор то есть получается что вот эти корпуса в golden city вот так вот все идет по ценовой категории самый крутой построиться издастся вообще чуть ли не там в двадцать пятом году ну и плюс это насы там не обустроена там инфра я уверена что там будет круто через пару лет потому что все видео кстати вот я сейчас подсела на канал про недвижимость называется я все что смотрю я рассказываю свои телеги пожалуйста подписывайтесь там парень и в смысле парень мужчина не помню как его зовут но вообще прикольно мне нравится рассказывать что оказывается вот эти все дома семидесятых годов на ваське которые стоят вот такие выглядят как из советского но они правда тогда строились это тоже была насыпь и так как сейчас все ругаются блин зачем этот насыпь вот этот северный намыв и тогда пятьдесят лет назад когда его делали все тоже говорят нафиг это насыпь но потом она стала городом там появились деревья там появилась все инфраструктура и то же самое вот это golden city то что там вокруг тоже будет круто но через пару лет конечно там адская сейчас стройка и некоторые квартиры там ты смотришь там если какой-то нижний этаж ладно вид ну сам прикольный будет потом ты смотришь ну немного депрессия накатывает стройка сваи вколачивает пылище да ну такое и вот это вот чувство какой-то депрессии меня не покидала и все это время я вешу на циане и тут что-то я смотрю в этом доме который вы увидите дальше сейчас я не скажу в каком но я в нем вообще не планировала больше того скажу я в этом доме была много раз у меня там жила подруга и я думаю мне эта система абсолютно не нравится то есть ну вот я думаю нет не это не подходит я хочу обычный дом я такая не не здесь рассматривать не буду но в то же время я проезжаю по набережной понимаю что там ну самый крутой один из самых крутых крутых видов в городе квартиру которой я купила она вот так вот мне попалась она с ремонтом вот с таким как вот то просто серая просто стерая просто минималистичная без хлама без бабушки техника там милле мы съездили один раз посмотреть серёжа и серёжа такой блин надо брать высокие потолки он такой ну просто я понимаю что я сейчас если ее покупаю то я просто беру блин и переезжаю без всякой вот этой мозга вот этого то есть я понимаю что это ремонт очень похож на как я на мебельное снимала просто база минимализм она не такая видовая там кусочек вид да конечно же можно взять в этом доме там есть такие варианты которые продаются такого же метража и там будет просто охереть какой вид но я понимаю что сейчас просто я вписываюсь на год как бы в ремонт на вот это вот все а мне уже хочется сейчас и поэтому я взяла квартиру с ремонтом там не охереть какой она выходит на разные стороны она интересная то есть спальню там выходит на одну сторону мне нравится какой-то движ такой и у меня виден маленький такой кусочек вида надеюсь что в будущем у меня будет естественно более открытый шикарный вид мне нравится энергетика почему вот что значит да я на съемной квартире было несколько раз на мебельной то есть я приезжал так а буду я снимать ее или нет просто снимать и ездил три раза понять снимать или нет и тут купить я приехал один раз на следующий день пишет ну что вы надумали я такая да мне нравится типа беру вот настолько мне поняла что я хочу в нее взять и въехать это все энергетика смотрим дальше что же я купила ставочка вообще не про квартиру в какой-то момент я поняла во первых я говорила предыдущем видео там про панические атаки весна у меня обострение осенью плюс вот понимаете рот моей деятельности телефона я для себя открыла это просто инсайт этого года и я стала выглядеть лучше у меня стало офигенное настроение просто открыла для себя удовольствие которое доступно каждому это может сделать каждый из вас в любую секунду ну наверное вы это и делаете например когда вы идете на работу так вот рассказываю мой распорядок дня допустим я просыпаюсь в 11 часов в 11 30 туда-сюда пью кофе пока раскачиваюсь в 12 часов я сажусь за телефон то что вы например видите я там вышла в stories записала все это так весело рекламку да ой поехала куда-то вечером что стоит за кадром этого чтобы например записать stories ты должен отправить клиенту сценарий он должен его согласовать все это время ты сидишь в телефоне печатаешь правки туда-сюда таких чатов у меня в телеге и ватсапе ну в день бывает там по 20 штук с разными например людьми это бесконечно плюс это обменивая документами с юристом это акты какие-то проделанных работ то есть за кадром каких-то там рекламных stories стоит столько общения вот там когда мне скажут слова согласованно публикуем вы видите что например просто сижу это допустим stories плюс телега плюс youtube плюс правки чтобы там выпустить влог вот это все сижу начиная с 12 до 7 до 8 вечера сколько это получается 7 8 часов моя работа это телефон это вот сидячее вот такое я понимаю что под вечер понимаю что у меня к вечеру вот здесь в груди такой вот комок напряжения то ли и или вот здесь то ли комок какой-то тревоги то ли это слезы но это не слезы вроде нет причины какая-то тревожность вот эти панические это все от вот этого виртуального то есть как говорит вероника степанова сколько вы за нагружаете свою голову вот столько вы должны нагружаться физически понимаешь у меня вот хождение в отпуске я хожу очень много но например за свою повседневную там жизнь я могу вообще неделю не выходить из дома сидеть с телефона работать да и зарабатывать ну вот такая у меня деятельность то есть что-то бесконечно снимать переставлять здесь свет мне будут присылать товары домой я могу вообще не выходить плюс доставки еды то есть что-то мне надо думаю блин хочу лимонад ой нет не хочу вот там смородиновый хочу вот с манго с маракуйя раз через 15 минут это у тебя лежит под дверью такая ой забыла вот это заказать оп булочку какую-то там заказала какие-то желешки мармеладки все это у тебя через 15 минут под дверью это все очень круто это все очень удобно я поняла что вот этот комок как в какой-то момент я поняла что мне просто истерика под вечер то есть какое-то настолько тревожное состояние и я просто оделась тепло и просто похерачила вот так вот вышла по комендантскому проспекту от моего дома до атмосферы но вы понимаете кто знает коменду шесть километров туда быстрым шагом обратно для меня это прошло как одна секунда я поняла что меня разгружается голова так вот к чему это все я открыла для себя ходьбу ребят прикиньте быструю ходьбу но я гуляю с девочками каждый день но это вообще не то я поняла что это медленный прогул они ходят как улитки ну правда эти маленькие лапки то есть я хочу разогнаться хочу вот этим это быстрый шаг не то что я прогуливаю кстати вот не люблю гулять в парках потому что я люблю стрит стрит прогулку в парке мне скучно потому что это одно и то что же вот эти вот деревья но мне неинтересно люблю ходить по улицам по тротуарам именно быстрым шагом и я поняла что собаки мне реально в этом мешают я прохожу вот эти шесть километров по коменде быстрым шагом просто все дурные мысли как рукой снимает это без телефона это без гаджета это просто не знаю это проветривает мою голову настолько душа как будто ты куда-то опаздываешь как будто ты опаздываешь на работу это такой кайф я прихожу еще беру девочек и мы здесь проходим вокруг дома как улитки они во-первых мерзнут чуть-чуть два шага прошли их надо нести на руках это все короче не то я когда их открепила от себя то есть они как-то меня вот задерживали в этом и думаю что прогулки это типа собы но нет и теперь это для меня как обязаловка это и когда в этот день когда этого нет мне прям не хватает я подсела на эти чудо я поняла понимаю что выделяются вот эти какие-то эндорфин и вот это вот все я понимаю что на утро лучше выгрыжу нет отеков что у меня какое я иногда вот выхожу с каким-то дерьмовым настроением просто как это загруженная башка вот эта виртуальность вот это вот все вот это какая-то каша и когда я вот дохожу и дохожу обратно я поняла что моя жизнь улучшилась вот качественные вот с чем я хотел поделиться смотрите кстати лампа сначала она у меня была повернута этим светом сюда потом не написали лис ее надо отворачивать к стене такое приложение скачиваешь и чё тут сейчас а а вот разные цвета вот и классно очень она не зашла кайф так и есть еще такой когда включаешь музыку есть вот прикольно нам я уже с бокальчиками смотрели мы квартиры golden city и как это обычно бывает с парнями ты смотришь и думаешь блин вот с ними точно мучить не буду что происходит и ты сниму учишь то же самое с квартире в результате я купила квартиру в докладе идем сережу отмечать посмотреть как там дела обстоят квартире и беру с собой ну что наконец у меня есть комната для хлама это кто здрасте приехали блин действительно сережа это кто у меня жили сейчас было это дверь да наступает неделю да немножко есть окна в окна чуть-чуть ржака голенькая здесь не похожа или наоборот походишь смотря что надо смотря что хочет так ладно нужно выйти за квартиру открывай этот чехол блин открывай блин блин пожалуйста только давай сейчас она не стремит блин слушай интересно смотрите что у них там за квартиру я обожаю смотреть в квартире смотри вон телек вот где вон блин так темно может они без шторта уже будут я не знаю хороши рог vardı нет я хочу вот вы это купите в/. подожди а вот эта консоль про котором я говорил да давай зальем это в прихожую и крышка главный цвет вообще симпатично может не будем так-то не можно лить в чем проблем у меня без разницы давай нам так только не тряси так напьюсь какой день вторник как вам ребят такой серый цвет сейчас ребята я покажу что ребят показываю в каком у меня здесь все состоянии это такая вот серая квартира здесь будут останавливать кухню на днях техника вот всякая милле за вторая стиральная машина предыдущая хозяйка короче ладно здесь вот такая гостиная я уже в общем здесь вот сделали ремонт здесь никто не жил естественно я какие-то элементы мы будем слили смотреть захочу и менять например такие как шторы хотя вроде они сюда подходят да да серёж нужно пожить а потом поменять ну да обязательно это делать да 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 диван конечно я бы другой хотела здесь вот такая комната пустая здесь вот такая комната которая подразумевала спальню вот мы смотрим что здесь две розетки два светильника что здесь типа должна стоять кровать естественно здесь или не будет я не знаю вроде как ну или говорить нельзя здесь делать шкафы в общем эту комнату я планировала для работы для съемки краситься музычка что такое можно сюда поставить какой-то диванчик только не диван типа большой уютный какой-то дизайнерский прикольный маленький диванчик вот окна здесь выходит туда сюда на разные улицы покажу маленький кусочек виды как у меня здесь есть здесь вот там будет кухня дальше идем в спальню проходим разные сценарии освещения ни один не работает нет я вчера а потому что он здесь включается как будто больше всего стало да вот раз а вот вот а еще вот эти вот слушай на кровать наверное где это не 180 это 160 180 мне почему-то кровать больше смотрят я свой матрас естественно перевозить не буду будем приездить выбирать матрас на сколько поедем нужно так с ними поступили прошлый раз конечно мы сейчас придем поступили плохо значит таки опять в живыке не поедешь ну вот шторы вроде все подходит там женщина которая делала она дизайнер ну вообще прикольно все сделано просто я не любитель но все подходит если не блокаут мне будет комфортно спать вот такая спальня здесь чтобы это важны до парня стулья только вчера увидим их привезли спустом и на самом деле вот широкая стена где может быть шкаф единственное шкафу дверь упирается не очень так вот типа здесь можно поставить шкаф достаточно широкая стена и вот место для шкафа и здесь типа вот такое сделать конечно если бы я изначально сделала ремонт то здесь можно было сделать гардеробную сломать стены естественно как-то переделывать особо не переделать здесь же видишь и вентиляция сверху встроенная с двух с двух сторон переделывать здесь какая-то одна несущая так идем дальше здесь мы попадаем здесь собственно вход а вход шкаф которая прихожая здесь я планирую взял большое зеркало тут не надо снимать где-то стоит здесь надо или не видно но другой стороны здесь будет 2 нючка сиявов как мне надо стоит снимать белая же будет где будто к полосочка черная где сделать зеркало то есть здесь нет вот зеркала в полный рост и что еще планируешь здесь такая большая душевая кабина здесь теплая стена как сказал хозяйка здесь нужно сделать как полотенце сушители и они будут сохнуть в общем эта стена греется она теплая душ что здесь что мы видим что мне не нравится конечно же это маленькая зеркало чтобы я здесь хотела снять заменить конечно я хочу здесь зеркало в потолок с подсветочкой все здесь есть но так нам переделывать плюс вот это для хранения конечно же не хватит вместе по месяц примерно три крема плюс у меня сделано сейчас в душе глубокой нише где миллион шампуней тюбиков как бы где я буду это хранить на полу на полу как это обычно бывает это я не знаю для чего стиралка мили короче такое ощущение как будто вот эту всю зону надо будет переделывать здесь надо будет делать ну просто встроенную мебель мне нужно чтобы в это ну как здесь я вчера открывала ручку просто отцепили короче мне нужно большое пространство для тюбиков вот это черный черный серая квартира мне нравится есть конечно какие-то моменты которые хочу доделать переделать но в общем ремонт офигенный по цветам по всему он современный это белый мы видим высокие потолки да кстати она 3 на 3 до классно они прям ощущаются и что мы видим у меня окна выходят на три стороны туда туда и сейчас идем в эту комнату и посмотрим мой кусочек вида по-другому светится сейчас этот стадион как красиво что это просто воздух да это охлаждение это наверное увлажнение это будет когда жарко это кондиционер да вот такая штука которая дует по свежим воздухом окна но мы смотрим клаустрофобия люблю открывать окна а смысл хорошо я вот задыхаюсь можешь что-то сделать сейчас открою окно я пока ничего не чувствую не быстро может окно откроем что я у себя третий раз что могу сказать мне энергетически почему я взяла исходу я достаточно смотрела квартир взяла кстати что смотрим стадион взяла исходу так вот купила потому что мне энергетически как это здесь круто и у меня нет такого что типа где и чужое место то есть я абсолютно я готова вот прям вот здесь сейчас остаться включить телек с опыт такое ощущение испытываю мне кажется такое и должно быть потому что когда вот ты в других каких-то местах ты такой думаешь ну я не знаю подумаю здесь вот энергетически это как так я хочу быть здесь согласись музыку по музычку кстати колонку же не здесь будет стоять вот как вот это все казалось бы вот это вот комната который там колонка мне нравится и опять начну быть в этом процессе получится я сейчас перевезу смотрите свой столик где красится свои комоды пойму это не подходит это некрасиво это не вписывается и я опять начну быть в этом процессе и начну злой виду заказывать к этому серую кровать сюда бы очень подошла но идемте посмотрим вот мне хочется можно вообще уйти в полный вот в этот серый темный вот здесь вот эту так и не скажешь как будто да метр восемь на два кажется как будто маленькая как будто 60 здесь тоже подъемный механизм можно там хранить дофига да портрет ну не дофига там у меня хранятся портреты кто-то говорит блин я люблю только теплые бежевые цвета в квартире мне в холодное это холодный считается посмотреть но это не теплые же мы сюда так давай сломать мы сюда еще забыли не другую штуки леле снимет здесь все вот эти вот замеры это очень интересно я невероятно и рада что я снова я не знаю я смотрю не показывали эскиз какая здесь будет кухня во первых мы гадаем что это за провод прикиньте как я купила квартиру я такая беру и просто и мы сейчас думаем смотрите стиралку я так понимаю увезут потому что одна уже в ванной есть здесь будет стойка какая-то вот из камня наговорит сейчас камень выпиливают где-то там кухня но это не я заказывала но думаю не бразильский наверняка может вообще искусственно не знаю без разницы это встроенный холодильник он будет я так понимаю самое слева верно ну иначе где ему быть ну да наверно дверка налево будет открываться так телек я буду забирать свой серёжа говорит что мой лучший в сто раз это самсунг а у меня какой у меня лоджи а какому выводу мы сейчас пришли что-то квартира это мебельная 2 потому что здесь такие же холодновато серые стены такой же светлый диван здесь какая-то вот клонировка здесь аура блин такая же конечно ничто не заменит тот вид он был божественно лучший но в той части города вот там если там был вот такой комплекс типа как доклад конечно я бы купила но там не очень дома то есть там все комфорт-класс хотя там же апарт есть низкоэтажные на третьем этаже это бы жить под лавну ну хорошо пяти четырех то какая разница серёжа . в частный дом это как отелька и в колонях ничто не заменит тот вид он самый божественный в мире блин я сижу и слушаю как тачки носятся там и там здесь не очень настроены окна я слышу открыто если что открыто здесь вот сейчас мы открыли окна ты чувствуешь это свежесть в квартире не работает эта хрень как достаточно ты включил на лоу я не знаю так вот эта квартира энергетика вот этот чилл вот этот полутемный тон просто мы сидим сейчас на мебельный как будто и какая разница я вчера захожу свою квартиру какой же методом яркий ну разные сценарий освещения не на полную захожу и понимаю как там светло белой стены но и так тоже прикольно у нас уже следующий день я сижу смотрю на свою кухню ее поставили собрали все выглядит совсем по-другому никак в тот день когда мы были серёжей все изменилось но как я буду обустраиваться как тут все изменилось мы будем смотреть в следующих влогах спасибо за просмотр увидимся совсем скоро